Все, значит, камера включилась, и я обращаюсь к посетителям канала, врача-психиатра доктора Горбатова, что я провожу сегодня очередную консультацию пациента инкогнито в рамках проекта. Значит, консультация в обмен на разрешение со стороны пациента разместить аудиоматериалы беседы на моем канале. Поэтому, здравствуйте, пациент. Здравствуйте. Да, я вас прошу, значит, чтобы, значит, ну, такую, может быть, я ее сейчас произнесу, а вы скажете, разрешаю. Значит, я, пациент инкогнито, разрешаю врачу-психиатру доктору Джорджу Горбатову при условии соблюдения и всех, значит, конфиденциальности моих личных данных разместить аудиоматериалы нашей с ним, врачом Горбатовым, беседы на его канале в Ютубе. Да, разрешаю. Спасибо. Так, ну, а теперь мы начнем консультацию и начнем с таких паспортных данных. Значит, сколько вам лет, пациент? 28. 28 лет. Семейное положение? Холост. Холост. Вот. Живете отдельно или с родителями? Живу отдельно. Один живете. Ну, и кем вы работаете, я знаю. Значит, для слушателей скажу, пациент работает служащим, вот, там, в компании, это не имеет значения, госкомпания или частная компания, служащий, все, и так далее. Так, ну, а теперь я, значит, задаю уже вопрос касательно, конечно, нашей основной цели. Вот. Скажите, пожалуйста, почему вы ищете помощи? Потому что ранее предложено, предлагаемое лечение врачами, которым я обращаюсь, дает либо кратковременный результат, либо вообще никакого результата не дает. Понятно. Хорошо. Давайте начнем тогда вот с чего. Вот какие у вас на сегодняшний день, ну, не имеется в виду вот сегодня, 30 января, а вообще вот последнее время, какие у вас жалобы? Ну, сниженный эмоциональный фон в течение нескольких лет, почти полное отсутствие эмоций, желаний, мотивации, удовольствия никакого нет, ни от чего, ни от физических вещей, ни от моральных вещей. И дереализация длительная более, наверное, десяти лет. Более десяти лет. То есть вы имеете в виду, я не ошибусь, если я скажу, что вы имеете в виду, что вы страдаете, вот вы сказали об эмоциональной уплощенности, сниженности, то есть отсутствует радость, отсутствует мотивация, да, и апатия. То есть, ну, вот живете как бы автоматически. Мотивация снижена, да, мотивация снижена, и еще, ну, все-таки по сравнению с тем, как это было раньше, интеллект, на мой взгляд, снижен в плане замедленное мышление. Нет, подождите, это не интеллект снижен, это процессы мышления замедленные. Почему? Потому что если бы за десять лет снизился интеллект, это уже печально было, потому что интеллект снижается, естественно, только при шизофрении, а при других душевных расстройствах он не снижается, он просто мышление может быть замедленным, мышление может быть ускоренным, вот. Но когда человек возвращается в свое более-менее, значит, нормальное состояние, то он остается самим собой. То есть, это болезнь, вот, я уже понимаю, значит, болезнь, по крайней мере, вы говорите, конечно, о депрессии. Вот, будем разбираться, что это за депрессия. Вот, депрессия, по идее, настоящая депрессия, монополярная или в рамках биполярного расстройства, вот. Она не сопровождается снижением интеллекта. Единственное заболевание такое, вот, это, конечно, шизофрения. Вот, там с каждой новой атакой, с каждым новым шубом, с каждым новым приступом человек теряет частичку своего «я», причем теряет навсегда. Возврата нет. Значит, вот, скажем, первый шуб, до шубы он был абсолютно здоровым, после второго шуба какая-то часть ушла уже, уже и замечает и сам пациент, и особенно окружающий. И с каждым новым шубом, значит, он теряет частичку своего «я». Ну, само собой разумеется, что через несколько лет, чем больше таких шубов, человек превращается, в общем-то, в дементного. Это так называемая шизофреническая деменция. И старое название шизофрении так и звучало. Крепелиновская деменция, прекокс, раннее слабоумие. Почему? Потому что слабоумие в основном развивается у пожилых людей, а там он отмечал у молодых людей. Так что это не снижение интеллекта, это замедление этих вот функций. Функции идиомоторное, значит, так это говорят, идиомоторное, значит, заторможение. То есть, моторное – это двигательное. Вот человек, предположим, если в тяжелой депрессии находится, он мало движется, движения замедлены, неловкие и так далее. А идио, идиаторное – это мыслительное, оно тоже замедленное. Он не тупит, медленно думает, вот, плохо доходит. Да-да-да. Да-да, вот это оно, это оно. Так что мы разобрались, что это. Так, хорошо, хорошо, значит, вы говорите, что весь этот комплекс, скажем так, дереализация, вот это вот, все эти страдания и муки у вас уже на протяжении 10 лет, да? Ну, не совсем так. Дереализация на протяжении 10 лет, депрессия в классическом понимании тоже достаточно давно. А вот последние, ну, лет 5, вот именно наблюдаю вот это вот снижение эмоциональности, порой вплоть до, ну, до отсутствия реакции вообще на что-либо. То есть, ничего не радует, ничего не возмущает или возмущать – возмущает. Ну, возмущать – возмущает, но не так, чтобы сильно. Да, то есть, все какое-то не такое, как должно быть, неадекватно раздражителю, да? Казалось бы, можно радоваться, можно получать какое-то эмоциональное наслаждение, нет, оно на копейку. Значит, то же самое, конечно, естественно, эмоциональность, но она, тут надо просто уточнить, она по отношению к радостным, хорошим, позитивным событиям снижена или и по отношению, скажем так, вот к негативным, ну, когда хочется гнев проявить, вот раздражителю. И по отношению к негативным тоже. Тоже негативным, понятно, понятно. Мало, да. Скажите, заболевание рецидивирует? Да, к сожалению, вот если отметить последние, так скажем, два обострения, первое обострение, после которого было очень боязно логически, но не боязно эмоционально, когда была пустота в голове, вплоть до того, что я не мог ответить, потому что я не мог проанализировать то, что мне сказали, и хотя при этом я как-то умудрялся что-то делать по работе, как-то учиться, то есть вроде как, да, было тяжело, но как-то какие-то функции держались. Но вот по поводу там взаимодействия, общения, эмоции были просто на нуле, вплоть до полной пустоты. Подъявить, взаимодействие, то есть вас, вы уставали от общения или не хотелось? Не хотелось. Не хотелось. Не хотелось, не моглось. Я бы так сказал. Не хотелось и не моглось. Не моглось. Потом каким-то образом это спонтанно прошло, стало, в принципе, полегче. Это когда первый? Это был первый? Да, это первый, ну, если говорить о текущем, что беспокоит. Первое такое было в семнадцатом году. Прошло само по себе. В восемнадцатом? В восемнадцатом, да? В семнадцатом. А, в семнадцатом, понятно, это пять лет почти что-то. Да. И вы не лечились тогда в семнадцатом? На тот момент я не лечился. И сколько этот первый, этот шуб продлился? Ну, месяца два-три. Месяца. Кстати, интересный вопрос. А в какой сезон оно возникло? Осенью? Летом. Летом. Летом? Ранее лето или ближе? Ранее летом. Где там, там, май-июнь, да? Ну, где-то так, да. Да, да, да. Казалось бы, это же самая такая хорошая пора, а тут все это. И через два месяца к осени оно само без лечения ушло, да? Да, оно ушло каким-то внутренней, не знаю, психологической попыткой работать над собой, что нужно как-то себя вытащить. Вот все было на это направлено, все мысли, которые были, были направлены только на то, чтобы хоть как-то почувствовать себя снова живым, и как-то эмоции снова перезапустились. Но была такая проблема, наверное, это тоже важно, что они перезапустились, но вплоть до, ну, наверное, до прошлого года, все эмоциональные реакции, но они иду были такими сильными, неадекватно сильными, но и снова они тоже были слишком сильными, неадекватными по сравнению с тем, что происходит. То есть реакция была сильнее, чем нужно, я это ощущал, я это не понимал вплоть до того года, но в том году какое-то понимание наступило, и в том году тоже летом, где-то тоже где-то ранним летом, было ощущение очень схожее, очень тяжело было думать, очень тяжело было работать, очень тяжело было общаться. Подождите, я это понял, я это понял, пациенты, я хочу вот что уточнить, вот, значит, это понятно, 17-й год, и вот это лето прошлого, да, 21-го года, это, конечно, когда тяжело, это депрессивно. А вот меня интересует, что вы имели в виду, когда говорили вот неадекватное, что вы были чересчур оживлены? Чересчур эмоциональный, чересчур привязчивый, пытался построить отношения с девушкой, и это все приводило к тому, что на любую ее, не знаю, слово, обиду, я очень эмоционально реагировал, пытался все исправить, не оценивал, что она тоже не права, просто сужение мышления, я бы так это, наверное, характеризовал. Нет, подождите, подождите, сужение, давайте будем без определения, давайте все-таки поймем, значит, депрессия для меня ясна, это и вам понятно, то есть, 17-й год, и вот лето, вот я не могу, не хочу, уплощение, апатия, ангидония, это, меня интересует во тот период, во тот период, когда вы были, как вы говорите, эмоционально оживлены, что значит оживлен, вы что, чересчур разговорчивы были, чересчур активны были, или как? Чересчур эмоциональны, то есть, например, какие-то происходили ситуации в организации, можно так это назвать, где я трудился на тот момент. Ну, по мере работы, на работе, да, и как вы реагировали? Да, и они были со стороны определенных лиц провоцирующими, и эти провокации меня выводили совершенно из равновесия. Подождите, давайте конкретней, давайте конкретней, вы как-то замаскированы, значит, стресс был, на работе был стресс, так. Например, это, например, одно из ярких явлений. Так вот, как вы реагировали? Вы что, плакали или, наоборот, конфликтовали? Нет, наоборот, смех не к месту, без контроля, неконтролируемый, слишком сильный, не соответствующий действительности. Вы знаете же, давайте расскажите, вот, что произошло, так, вот, так оно будет понятно, потому что это как-то, вы как-то рассказываете, понять трудно. То есть, вы-то понимаете, о чем говорить, но вот я, например, пока еще не понимаю. Ну, давайте, это когда произошло, один пример, что произошло. Вот просто скажите, там... Приехали, условно говоря, проверяющие, недужественные проверяющие. Этим проверяющим нужно было воспрепятствовать, задача стояла такая. Да, то есть, вы должны были воспрепятствовать негативным последствиям этой контрольной комиссии какой-то проверочной. Да. Но вместо этого, эта контрольная комиссия, как вы ее назвали, она выводила на эмоции, любыми способами... Подождите, вот опять, что-то, вот вы говорите ему, эмоции это общее понятное, эмоции, вы знаете, там... Выводила на слишком сильные эмоции, на ненависть, на злость, но вместо ненависти, злости, они, у меня реакция была в виде истерических каких-то, истерического смеха. Подождите, подождите, то есть, это была ответственная, перед вами ставили ответственную задачу, значит, снизить негативные последствия этой комиссии, вот так скажем, чтобы было понятно. Значит, вот вы мне упомянули, что у меня была какая-то ненависть, агрессивность, то есть, а почему у вас появлялась ненависть и агрессивность? Ну, потому что они являлись недружественными, проверяющими. Понятно, то есть, они... Так вот, интересно, вот эта ненависть, она что, внутри была, она не проявлялась наружу? Нет, наружу она не проявлялась, проявлялась это просто попытками данных, проверяющих что-то истребовать, куда-то попасть, она... это проявлялась, ну, какими-то... каким-то смехом, смешками, вот так лучше сказать. Смехом? Вы что, хохотали? Да. Подождите, как? А вот, ну, скажите, значит, как это хохотать? Ну, это хохотать же надо, если анекдоты рассказали, хохотать... Ну, о чем и речь, что неадекватная эмоция, да. Подождите, а-а-а... Хорошо, вы справились, кстати, с задачей? Ну, частично справился, задержал, насколько это было можно. Хорошо, частично справились. Вы что, были очень общительны с ними? Нет, я... У меня не было задачи с ними очень быть общительны. У меня была задача контролировать, не пускать куда не нужно. И все эти попытки, все их обоснования, что нужно куда-то пройти, они все вызывали вот какие-то такие смешки, чуть ли не истерику. Нет, подождите, ну, истерика и смешки, это разные, истерика это что? Ну, ну... Хорошо, хорошо, давай, я пока не понимаю, давайте я буду что-таки уточнять. Это типично для вас поведение, вот то поведение, о котором вы сейчас повествуете? Нет, не типично. Это не типично, да? Обычно вы так не ведете себя. Не настолько, я бы сказал. Если есть какие-то смешки, но они не на такой степени были. Подождите, смешки. Вы что, в юморе или как? Ну, если так говорить, просто вместо спокойствия, которое нужно было проявить, проявлял вот какие-то смешки, которые не контролировались, которые я не хотел, которые не были, так скажем, из личности, из логики, просто реакции организма. Подожди, а как эти люди реагировали? К счастью, никак не реагировали. То есть, они что, не обращали на это? А может быть, это вам казалось, что вы ведете себя? Нет, это мне не казалось. Знаешь, у меня есть, ну, где-то когда-то я видел видеозаписи случайно, делась видеозапись. Я видел, как это выглядит, что там, вплоть до того, что там, не знаю, напополам меня сгибали от какого-то якобы смеха. И вот такие вот, например, вот такая вот была ситуация. Ну, понятно, оно не совсем понятно. Смех, скажите, смех, нафига смех без причины признак дурачины. Я помню, в детстве вот такое было, у нас такая поговорка. Мы-то с Украиной, вот я не знаю. Так, понимаете, дело не в этом. Вы были в совершенно каком-то нетипичном для вас состоянии или что? Ну, оно было слишком стрессовым. Какая? Оно было слишком стрессовым. Ну, подождите, да, ситуация, конечно, была стрессовая, но меня не ситуация, меня интересует ваша реакция на это. Вам дали задачу. Все, минимизировать, минимизировать, как минимум. Значит, это же понятно, приезжает эта вот комиссия любым способом. Пойти поляну открыть, повезти куда надо. А туда, куда не надо, не пустить. То есть, ублажить комиссию. Да. Переключить их внимание на, с этого, с их проверки, вот, значит, на какие-то другие. Вы справились с этой задачей? Ну, я тянул время, насколько это было можно, до момента, пока не подоспел руководитель. Когда кто не подоспел? Руководитель. И уже руководитель в дальнейшем... А, его не было в тот период? Его в случае, в ту, там, час не было, грубо говоря. А, всего лишь час. Ну, хорошо. Скажите, скажите, а кто-то заметил еще, кроме вас, что вы были в каком-то... Да, да, конечно. Кто? Один из работников, который был также рядом, задал мне вопрос, что ли с тобой хорошо, и тогда я чуть-чуть успокоился. А, скажем так, родители, близкие люди, друзья, которые вас хорошо знали в этот период, они не говорили, слушай, инкогнито, что с тобой происходит? Нет, они об этом не знали. Нет, они не знали. Они не знали, но это же видно. Вы понимаете, куда я тяну? Если я правильно понимаю, вот, вообще-то, ваша депрессия, она такая... Значит, была ли у вас мания или гипомания? Как вы считаете? Что было? Что это? Нельзя это так оценить. А как можно... Неадекватно и... Нет, ну, вот опять. Так мания, а вы что думаете, что мания – это адекватно? Это же не сумасшествие. Мания – это так. Человек оживлен, человек, значит, ну, скажем так, вот он... Мания или гипомания – это неадекватная оценка ситуации. Точно так же, как и в депрессии. Только отличие мании от депрессии в том, что при депрессии пациент видит все в ужасном, катастрофическом, черном виде. Вот. А мания, он все это видит, ну, как-то вот в таком, знаете, в таком легком, все хорошо, я все могу, я сам там... Понимаете? Вот и все. И там, и там адекватности нет. Там, там адекватность. Все, конец, моя жизнь кончилась, и вообще все. И я никто, и звать меня никак, и я ничего не могу. А мания наоборот. Я все могу, веселый, какой-то приподнятый. Вот, неадекватность, реакция. Чрезмерно веселый. Конечно, чрезмерно. Так вы были и чрезмерно веселый? Да. Вот так в тот момент я был чрезмерно веселый. А как долго продолжался этот период? Ну, в самом деле, такой резкий, наверное, ну, пару дней. Вот именно такой резкий. Пару дней, да? Пару дней. Хорошо. А до этого были такие вот периоды? До этого. До этого, не то что периоды, но, опять же, мне, когда я учился, мне одногруппники говорили на занятиях что-то подобное, почему ты тут смеешься, тут не смешно. То есть веселый такой, человек веселый, неадекватный, то есть нечему смеяться? Или есть чему смеяться? Нечего. Ну, нечего. Даже нечего. А, и как долго это длилось на занятия? Ну, периодически повторялось. Нет, подождите, что значит периодика? Это ж периоды, ну, у вас же так, то пониженное, скажем так, вот, вот нормальное состояние, да, вот оно нормальное. Значит, вот это, это депрессия, а вот это, это чуточку выше нормально? Оно может быть и так выше, оно может быть и чуть-чуть выше. Насколько это все было выше? Ну, обычно не сильно выше. Не очень высоко? Обычно не очень выше, да. Скажите, следующий вопрос. В этот период вы не заметили, что какой-то ненормальный избыток сил, вы не уставали? Ну, возможно, я делал многое, да, я делал достаточно многое, вплоть до, наверное, до прошлого года. Или до позапрошлого года я делал очень многое. Ну, нельзя сказать, что я совсем не уставал. Конечно, я измотанность брала вверх когда-то, но, тем не менее, я успевал.